Всем подписчикам привет! Сегодня я хотел поделиться с вами экономным способом и достаточно гарантированно восстанавливающим микрофлору желудка кишечника, который отработал на себе. Сейчас так называемая проблема дисбактериоза или стерильности кишечника желудка возникла очень остро после лечения в основном антибиотиками. То есть мы лечим одно, а при этом убиваем всю микрофлору, которая должна быть у нас в кишечнике. Уровень микрофлоры определяет уровень нашего здоровья, но за счет лечения антибиотиками мы это дело делаем стерильными и восстановить его очень сложно. Проблема в том, что все биопрепараты, то есть это бифидум бактерии, лактобактерии, виталии, всякие разные, не проходят у нас в желудок, потому что в желудке выделяется соляная кислота и они просто их убивают. Они до кишечника не доходят. Появились так называемые пробиотические комплексы. В чем эта идея заключена? Тем, что эти все растворы пробиотиков, то есть лактобактерии, допустим, помещаются в поры сорбента. Самый доступный сорбент – уголь активированный, который стоит достаточно дешево и есть в аптеке всегда почти. Это уголь, который содержит очень много пор. Так вот, эти пробиотические комплексы, допустим, бифидум бактерин форте, бифакол форте, пробиофор, экофор стоят очень дорого. И они есть в продаже, конечно, бифидум бактерин форте, допустим, вот порошок, который уже содержит бифидобактерии, смесь с активированным углем. Я делаю их сам. Способ простой. Мы покупаем компоненты, которые должны себя восстановить, допустим, бифидум бактерий, бифидум бактерин или лактобактерин. И уголь активированный в таблетках. И затем их пропитываем. То есть помещаем таблетки с активированным углем во флакон от Эвиталия. И его, эти таблетки, заливаем уже ожившими лактобактериями. Допустим, вот Эвиталия у нас. Мы ее переливаем внутрь, этот раствор. И они у нас, видно, что идет реакция пропитывания. То есть таблетки у нас начинают впитывать этот самый лактобактерий. Точно так же можно добавлять сюда бифидум бактерии. Допустим, точно так же леофильно высушенный бифидум бактерин. Он уже гарантированно живой. Потому что он заморожен, высушен в вакууме. Мы его оживляем за счет растворения в воде. И добавляем в этот же самый флакон с таблетками. Он постепенно проникает в поры активированного угля. И таких компонентов можно делать достаточно много. То есть пропитать его колебактерином. Допустим, точно таким же он есть леофильно высушенный. Затем уже пропитанный активированный уголь мы принимаем в качестве вот этого средства восстанавливающего нам микрофлору. То есть перед едой он хранится у нас в холодильнике. Уже этот полученный у нас комплекс пробиотиков. И мы его потребляем для восстановления микрофлоры. За счет этого мы почти гарантированно его доставляем в нужное нам место. Это толстый кишечник и тонкий кишечник. Вот такой способ. И на этом можно сэкономить достаточно много. Спасибо всем за внимание.